Детская школа искусств Мне было 5 лет и в музыкальную сперва меня привела бабушка. И сперва я ходила на танцы, а потом мне захотелось петь. Я дома вообще сама, когда была маленькая, у зеркала остановилась, пела. И думаю, ну почему бы не попробовать. И вот так я записалась на вокал. Записала меня бабушка, мы с ней пришли. И когда я пришла, меня попросили там спеть песню. Я спела, они говорят, ну хорошо, возьмем. И я еще была в садике, когда мы записались. И два раза в неделю я ходила сама, уходила с тихого часа, но меня бабушка отпускала. Я ходила и занималась вот так. А вот именно когда ты первый раз вышла на сцену и какую песню ты исполнила? Я исполнила песню про бабушку. И первый раз мне было 6 лет. Тогда было вообще, я очень волновалась. Первый раз на сцене, все равно я, ну, волнение было. Но потом, когда вышла на сцену, уже спокойно, людей много, спокойно пою. И вот. Родители как к твоему извлечению относятся? Хорошо. Они вообще, ну, ничего против тогда не имели. Они, наоборот, поддержали меня. И так продолжается в течение 7 лет. Конечно же, будучи человеком, связанным со сценой, принимаешь участие в разных конкурсах. Конкурсы были разные. Например, звездочка Адыгея, Кантабель. Вот недавно был конкурс Нехая. Всегда по-разному. И каждый конкурс нам вручали грамоты, дипломы, призы. А вот какой именно тебе больше всего запомнился? Больше всего мне запомнился, когда я первый раз поехала в Майкоп. Я была тоже маленькая. Я тогда поехала танцевать. И я поехала с бабушкой, с мамой. Это было рано утром. Нас, мы там репетировали. Как заходить, откуда выходить там. Вот. Тогда я танцевала. И это было вообще, ну, вообще запоминающе так, ну, зал незнакомый был. Немножечко так, немного волнения было, потому что все незнакомое. Ну, вот. А сейчас ты уже привыкла к сцене? Волнение еще присутствует или уже его нет? Очень редко, когда волнение присутствует. Бывает, когда, ну, сейчас я уже сцена, я уже все знаю, ко всему привыкла. Даже в разных там городах. Ну, спокойно. Мы спросили у Дианы, легко ли петь и танцевать одновременно на сцене? Ну, просто когда поешь, уже тело само как-то приучено, может, сама уже как-то двигаешься, вот. И никаких трудностей вроде нет. А вот именно здесь, в детской школе искусств, у тебя есть подружки? Да, подружки есть, из нашего класса, да, и вообще вся музыкальная почти. Мы из нашего класса, у меня есть подружка, мы с ней и в школе вместе учимся, Зарина Хакужева ее зовут. Вот, вот, мы с ней все время, иногда, ну, по отдельности, иногда вместе поем, со всеми дружим, со всеми общаемся. Младшим мы даем советы, ну, сплоченный у нас наш класс, дружные все. Каждому выходу на сцену нужен определенный костюм, ведь от того, как одет исполнитель, во многом зависит его успех. Кто репертуар тебе подбирает? Подбирает моя учительница, Санна Магомедовна, и каждая песня для меня что-то значит. Вот нельзя же просто петь песню, нужно же понять смысл, и вот всегда моя учительница мне говорит, главное прочувствовать ее, и потом легко будет уже с ней работать. А костюмы кто создает? Костюмы мы придумываем из учительницы, и бывает сами подбираем, мы их шьем, иногда просто, ну, покупаем платьицы там, ну, вот так вот. А тебе само какие песни больше нравится исполнить? Есть какие-то определенные любимые твои песни? Мне нравится классика, вот, я люблю, ну, вообще для меня таких, ну, нету, чтобы этой песни я ее не буду. Каждая песня по-своему красивая, и вот я думаю, что, ну, все равно для меня классика на первом месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И ворожьи, а за зимой, как за корою, прячутся где-то весна, и это не все чудеса, а во дворе с утра бегает веквара. И ворожьи, а за зимой, как за корою, прячутся где-то весна, и это не все чудеса, а во дворе с утра бегает веквара. И ворожьи, а за зимой, как за корою, прячутся где-то весна, и это не все чудеса, а во дворе с утра бегает веквара. И ворожьи, а за зимой, как за корою, прячутся где-то весна, и это не все чудеса, Это не все чудеса, зима, бела-бела, зима, зима, зима. Естественно, как и в любой школе, в детской школе искусств также воспитанием маленьких звезд занимаются преподаватели. Очень тепло Диана отзывается о своем преподавателе Сусане Кушховой. Сусана Магомедовна, я ее очень люблю, она очень хороший преподаватель, правда, и каждый раз, ну иногда, когда бывают проблемы, ну там, где взять такую ноту, где такую, она все время помогает мне, дает мне нужные советы, вот, и мне нравится очень ее метод обучения. К встрече с нами наша собеседница отнеслась очень серьезно и ответственно. Она захватила с собой свои многочисленные грамоты и дипломы, о которых подробно и рассказала. Диана, расскажи нам про свои грамоты, дипломы. Вот это моя первая грамота, первой степени, я ее получила в Майкопе, когда танцевала, вот, тогда мне еще эту грамоту вручил министр культуры. Я была очень маленькая, и этот мужчина большой же, ну министр культуры, и я подошла к нему, назвали мое имя, и он смотрит, смотрит и спрашивает, а где она? И когда они показывают вниз, и когда он на меня посмотрел, о, какая маленькая, поднял меня на руки. Еще мне тогда вручили куклу большую такую, она до сих пор у меня осталась, вот, ну, для памяти все равно сохранила. Еще вообще разные дипломы вручали и в школе, и здесь тоже. В школе в основном вручали за то, что принимала жизнь в участии в школе, вот, мы там тоже, я там тоже пела, там танцевали тоже, вот. Вот, и здесь еще есть дипломы, вообще, я всегда, ну, всегда было по-разному, было и первой степени, и второй, и даже третьей. Но мне кажется, всегда, ну, всегда мне было интересно, не потому, что там дадут дипломы, там какие-то призы, а вот всегда интересно встретить там людей, которые уже долгое время занимаются вокалом, хореографией. Я встречала много людей, которые всегда, ну, ну, занимаются этим делом, мы с ними разговаривали, обсуждали некоторые моменты. В Майкопе, когда тоже я еще была маленькая, тогда брали интервью у меня, и каждый конкурс для меня был, ну, как сказать, вот, вот, всегда я готовилась к нему, все время, вот, было, немножко было волнение, и все равно хотелось уже спеть, и когда уже спела, уже все, уже легко становится всегда. Далее она с нами поделилась, что следующим весьма ответственным выступлением будет конкурс «Контабили». Вот это уже эстрадное пение, тогда мы поехали, я помню, и вот я спела эту песню, там, вручили всем дипломы, и сейчас мы, на данный момент, мы тоже готовимся к конкурсу, конкурс называется «Контабиль», это уже мы, вот, в Кашхабле будет отбор, будут отбирать, а дальше уже поедем в Майкоп, и там будем петь. Вот, пою я романс, и два романса я, в общем, пою, они, вот, песни сами по характеру разные, но они, правда, очень красивые, вот. «Контабиль» — это не эстрадное уже пение, а будем петь под фортепиано. Вот, это сложный конкурс, потому что должен человек иметь звонкий голос, чтобы донести свой голос до человека, который слушает, вот. Вот, и нужно, мне кажется, каждый раз прочувствовать песню, потому что, вот, если будешь петь просто, то другие этого не смогут понять, а нужно донести же эти чувства, которые ты испытываешь, и людям, которые тебя слушают. К определенным наградам Диана относится с особым трепетом. Диана, какие грамоты для тебя более значимы? Вот, вот это первые мои грамоты, и вот эти две, они, вот, были самыми запоминающими для меня. Я хочу, чтобы эти грамоты именно, ну, даже не именно эти, чтобы все грамоты я, конечно, сохраню для памяти, когда я вырасту, чтобы я могла пересматривать, могла вспоминать об этом. Вот, и каждая грамота для меня что-то значит. Я вот не просто так же ее получила, а, ну, постаралась же все-таки. Ну, добивалась этой цели. И мне кажется, вот, если захочешь, если захочешь, то можно сделать, ну, можно получить то, можно получить то, к чему ты стремилась. Главное поставить цель и добиваться ее. И иногда было, что уже, уже, ну, не можешь иногда, но все равно нужно, все равно идти к своей цели, и тогда все получится. А сейчас, на данный момент, у тебя есть цель в жизни? Я хотела, ну, моя цель, мне кажется, я, наверное, еще передумаю, конечно, но на данный момент я хочу поступать на медицинского, на врача. А девиз по жизни у тебя есть? Девиз по жизни, мне кажется, не сдаваться и добиваться своей цели. Напоследок мы поинтересовались у нашей героини, ее планами на будущее. В дальнейшем, в будущем, ты видишь свою жизнь, связанную именно со сценой? Знаете, я еще об этом не думала, но я скажу вам точно, на сцене вы меня увидите еще не раз. Будем очень рады. Поближе познакомившись с Дианой, мы многое о ней узнали. Например, что она весьма разносторонняя и почти уже сформировавшаяся личность, которая знает, чего хочет от жизни. Мы пожелаем ей сохранить свой боевой дух и придерживаться своего же девиза по жизни, не сдаваться и добиваться своей цели. Продолжение следует... В гости нам идёт Новый год, Новый год. Падает в стерлинке, в кубах белый коробок, В гости нам идёт Новый год. И чтоб Новый год, В воскресе холодные мечи, Что-нибудь произойдёт, Что-нибудь осуществится. Что-нибудь произойдёт, Что-нибудь осуществится. Падают в стерлинке, за окном выкрикал, Падают в стерлинке, от земля до наукра. Падают в стерлинке, в кубах белый коробок, В гости нам идёт Новый год, Новый год. Падают в стерлинке, в кубах белый коробок, В гости нам идёт Новый год. Падает в стерлинке, в море. Падает в стерлинке, в кубах белый коробок, В гости нам идёт Новый год, И Saturn К Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok